МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рецепты ставят на отсроченное обслуживание. Рецепты могут быть обслужены. Это хорошо. Но могут быть не обслуживаны. То есть срок действия заканчивается, лекарства мы не получаем. По истечению срока действия рецепта, это 30 дней, Юля идет в суд выигрывать его. Однако лекарства так и не получают. И таких мам, как Юля, порядка 50, чьи дети-диабетики по бумагам, находятся на федеральных льготах и используют инсулиновые помпы. Всего в Ульяновской области на учете по сахарному диабету стоит 300 несовершеннолетних. Как оказалось, проблемы с получением жизненно необходимых медикаментов есть у каждого из них. В Минздрав мы обращались, говорят, что будут аукционы, то есть будут госзакупки. Но до сих пор ни на одном сайте они не вывешены. То есть ни одного аукциона, к сожалению, нет. То есть ни в каком формате. Поэтому они только пишут, пишут отписки одни. Последнюю отписку от регионального Минздрава одна из жительниц получила 25 июля, где почти черным по белому написано, что дети якобы лекарствами обеспечены. Перебои есть, но незначительные. Юристы считают, что проблема всецело кроется в массовом сырове закупок для федеральных льготников. А в Минздраве не могут почему-то провести нормальные закупки лекарств, обеспечить для детей бесплатный льготный рецепт в аптеках. Нужно как-то скоординировать с министерством вопрос, чтобы они нормально смогли провести закупки, нормально, грамотно составить документацию, чтобы поставщики приняли участие и этот тендер разыграть на закупку инсулина. Доведенные до точки кипения родители обратились за помощью к депутату законодательного собрания Сергею Шерстневу. На встречу пригласили представителя регионального министерства здравоохранения. Родителей волновал единственный вопрос. Когда закончится весь этот беспредел? А лантус и все необходимые средства дети будут получать в срок. Сегодня, ближе к вечеру, мы начнем выдавать уже лантус. В небольшом количестве. В первую очередь, это тем пациентам, которые уже длительно находятся на лантусе. Их у нас около 15 человек. Основная поставка прилетит к нам самолетом из Москвы завтра в обед. И на следующей неделе все пациенты, все детишки будут обеспечены. А вот тест полоски в лучшем случае дети получат с утра в понедельник. Родительская общественность также выступила с инициативой вернуть действующей в Ульяновской области до 2012 года региональную программу диабет. Мы разберемся непосредственно с теми рецептами, которые были выдавались ранее. И почему нужно заставлять наших жителей Ульяновского региона бегать по поликлиникам, чтобы и аптекам, чтобы выписывать, продлять эти рецепты. Это неправильно. На сегодняшний день вопрос о здравоохранении. Пусть кто-то так не обижался. Какие-то направления. Дорожное хозяйство, сельское хозяйство. Это вопрос номер один. Родители также просили разобраться в вопросе о выдаваемых иголках. По их мнению, те размеры, что есть сейчас неприемлемы для инъекций детям диабетика. Рината Альулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова